Надежда у Надежды не умирает. Молодая мама с дочкой Варварой, постоянные клиенты на городском рынке. Правда, уже несколько месяцев только на первом этаже. Выше из-за поломки лифта не всегда удается попасть. Когда это получится сделать безопасные нагрузки для организма, остается только гадать. Жилатлеты отдыхают. Учитывая, что дети такие вот, бывают у кого-то спокойные детки. У меня, например, как Юла, мы на месте очень тяжело усидеть. И вот с покупками, с ребенком на руке, еще и после Кесерова. Очень тяжело, честно, очень сложно. И потом живот болит. В администрацию рынка потребители обращались и не раз. Но, видимо, у руководства другие приоритеты. Никаких сроков не обозначено. Было просто сказали, что обращайтесь, пожалуйста, в дирекцию Дома быта. Там в Доме быта находится директор. Пожалуйста, к нему все вопросы. Мы ничем помочь не можем. То есть даже не оказали помощь в поднятии коляски, ничего. Внимание! В здании рынка работает лифт. Вызов администратора по телефону, значок для инвалидов. Но вот ироничная штука. Внизу нет ни значка, ни телефонов. Как же инвалиды поднимутся на второй этаж? А скажите, вот у вас лифт работает? Лифт не работает. А как подняться на второй этаж? По лестнице. Что? По лестнице. А если я инвалид? А если я инвалид на коляске? Ой, ничем помочь не могу. Лифт сломался, в ремонте находится. То есть я не смогу на второй этаж подняться? На второй этаж мне никак не подняться, мне не помогут, да? Нас никому. Ну я здесь рядышком живу, так почти каждый день. Постоянный покупатель? Да, постоянный. Постоянный. Я прямо возмущена этим. Уже пусть бы платный был, но чтобы было. Не работает. Это уже второй лифт, который мы нашли за время съемок сюжета. Вообще о существовании их мало кто знает. Только те, кому они реально нужны. Потому что ни вывесок, ни обозначений, что на рынке есть лифт, нигде нет. Нужны они, как оказалось, не только покупателям. Да, спина устоит, если честно. Весь организм тоже. А насчет лифта не обращались к руководству, чтобы сделали? К руководству магазина спрашивали. Кто-то говорил вообще, что он работает, а просто отключили. Некоторые продавцы, у которых точки находятся на втором этаже, признаются, что теряют постоянных покупателей. Вот мы им объясняли раньше, что лифт есть. Вот они поднимались на лифту, им удобно колясочкой. А сейчас вот им тяжело, они поднимают ручную, помогают им. Но тот лифт работал раньше, а сейчас вот поломали. Ну, тоже на выручке все сказывается. Ну, конечно. По словам администрации рынка, они делают все, что в их силах, чтобы исправить поломку. Нам тоже неудобно постоянно бегать без лифта. Но в ремонте запчастей нет, лифт старый, давно не ремонтировался. А когда будет, когда ремонт будет? Ну, обещают нам, мастер был, уже разбирал, сказал, пока запчасти не найду, ничего не можем сделать. Запчасти заказаны, вот ждем. Подождем и мы. Но вот станут ли ждать надзорные органы? Ведь по закону администрация рынка обязана предоставить доступ маломобильным группам к нужному прилавку. Павел Евдокимов, Михаил Суханов. Специально для новостей.